Сегодня тэквондо достаточно популярный вид спорта. Он продолжает развиваться как среди взрослых, так и среди детей. Соревнования проводят традиционно уже не первый год. Здесь в Лоу великолепный зал. Количество участников постоянно увеличивается. В прошлом году было где-то 80, в этом уже больше 100. Тэквондисты соревновались в пяти категориях, трех возрастных группах, начиная от 11 лет. Свои регионы представили спортсмены из Луганской народной республики, Республики Крым, Краснодарского края, Ростовской области и Волгоградской. На этих соревнованиях более опытные спортсмены передают свое мастерство более молодым. Он проходит у нас каждый год. Сейчас у нас пять регионов России. На этих соревнованиях выступают такие, как черные пояса, красные. Это по разглядам. Те ребята, которые выигрывают на этих соревнованиях, получают звание кандидата в мастера спорта. Несмотря на юный возраст, многие спортсмены уже сумели покорить вершины и могут по праву гордиться своими достижениями. В числе претендентов на высокие места и сочинские ребята. Я уже занимаюсь восемь лет. С пяти лет пошел. И мне очень понравилось ходить. Я вот сейчас самое лучшее достижение. Я стал первым на Южном федеральном округе. И у меня третье место на Кубке Краснодарского края. Это самый красивый вид спорта, по моему мнению. В нем очень красивые бои. И мне очень понравилось. В числе почетных гостей турнира были представители Общероссийской и Международной федерации Тэквондо и ТЭЭП. По итогам соревнований победители наградили медалями и кубками. Валерия Асачи, Дмитрий Говорков. Время новостей.